Элита Арксплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В этом выпуске мы рассмотрим Смок и его возможность уворачиваться от определенных способностей. Я приведу вам пример три способности. Начнем с Тинкера. Вот, Тинкер сейчас нас видит, стреляет ракетками, урона носит. Мы используем Смок, он нас сейчас не видит. В итоге, ракетки не летят. Далее идет Зевс. Мы можем находиться в любой карте. Давайте мы сейчас сбросим Смок. Все, я сбросил. То есть бегаем в любой части карты, ульту из Зевс наносит нам урон. Используем Смок. Опа. Урон больше не наносится, вот так вот. Ну хорошо, допустим. Дальше идет наш любимый Снайпер. Старый Пердун. Опять сбрасываем действия Смока. Обосстанавливаем здоровье. Пробуем. Вот так вот давайте даже. Ультует Снайпер. Отнимает нам здоровье. Ультует Снайпер. Мы уходим в Смок, а Смока нету. Ладно, Смок появился. Еще раз. Ультует Снайпер. Мы уходим в Смок. И в итоге, ультимейт Снайпера отменяется. Раньше также работала ракета от Гирокоптера, да. Сейчас это уже не работает. То есть, даже если Гирокоптер на вас нацелил ракету, вы уходите в Смок. Она все равно долетает и наносит вам урон. Ну, это как бы, знаете, фишка не новая, да. Но она крайне полезна. Я не понимаю, почему это очень редко используется. В первую очередь, почему это используется на просцене редко, да. Сейчас я смотрю очень много турниров и очень часто пикают Снайпера. Очень часто. Я не припомню, чтобы вот эти прокоманды покупали Смок для того, чтобы уходить от ультимейта Снайпера. Я считаю, это неправильно. Смок стоит у нас всего лишь 100 монет. 100! А сколько стоит ваша жизнь, скажите мне? Поэтому, с самого начала, если против вас играет Снайпер или Зевс, купите Смок. Он спасет вам жизнь, рано или поздно. Спасет вам жизнь. Также он не даст, например, убийство Снайперу. В итоге Снайпер не будет отфижен. Поставь лайк! Напиши комментарий! Подпишись на канал!